Воспрествует информационная служба канала БТВ в студии Виктория Третьяк. Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается по-прежнему сложной. Украинских военных за ночь обстреливали более 20 раз. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В результате отхода украинских войск в рамках перегруппировки российские войска взяли под контроль фактически весь юг Луганской области и продолжают наступать на севере региона. Одновременно противник пытается захватить территорию от Донецка до Мариуполя. Отмечается переброска подразделений по направлению населенного пункта Волноваха. Активные боестолкновения идут в районах Дебальцево, Стоколовой балки, Старобешево, Амбросиевки, Красного Яра, Станицы Луганской и Веселой горы. Из установки СМЕРЧ были обстреляны позиции Близ Победы. Неоднократно открывался огонь изградов с территории России по нашим блокпостам Близ Макарова. Обстоятельства окружения украинских частей под Иловайском Донецкой области будут тщательно расследованы. Об этом заявил командир батальона Донбасс Семен Семенченко по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым. Семенченко также сообщил, что он с другими командирами батальонов получил заверение от власти по освобождению пленных. Для этого будут задействованы все альтернативные варианты. Также отметил комбат Донбасс получает тяжелое вооружение и увеличивает штат. По словам Семенченко, поток добровольцев усилился в два раза. Кроме того, ведутся работы по созданию мощной системы территориальной обороны. Министерство обороны передает добровольческим батальонам, которые входят в состав МВД, тяжелое вооружение. Об этом заявил советник главы МВД Антон Герасченко. По его словам, Министерство внутренних дел уже передали крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ручные пулеметы, противотанковые ручные гранатометы и стрелковое оружие. СБУ задержало диверсантов, готовивших теракты в Днепроветровской области. Об этом сообщает в пресс-центре службы безопасности Украины. Трое жителей Павлограда планировали взрывы на крупном промышленном предприятии региона. Во время обысков у членов преступной группы изъяли взрывчатку, агитационные материалы антиукраинского содержания и средства связи с сотрудниками российских спецслужб. В СБУ отметили, что террористы должны были дестабилизировать ситуацию, сеять панику среди местного населения и отвлекать украинские силы из зоны АТО. Начато досудебное следствие по статьям создания террористической группы или террористической организации, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Президент Украины Петр Порошенко упростил военный призыв. Глава государства подписал изменения в закон Украины о военной службе. Документ регулирует переход отечественной армии на контрактную основу, а также упрощает процедуры и сокращает время для мобилизации в случае возникновения ситуации, угрожающей национальной безопасности Украины при введении военного положения. Кроме того, Петр Порошенко подписал закон об упрощении процедуры регистрации лекарств, предназначенных для лечения тяжелых заболеваний, а также изменения к закону о противодействии коррупции. Украина получит широкую поддержку со стороны мирового сообщества в условиях российской агрессии. Об этом заявила уполномоченная президента по вопросам урегулирования ситуации на Востоке Ирина Герасченко. По ее словам, Киев будет настаивать на усилении санкций и на углублении взаимоотношений с ЕС и НАТО. Президент Петр Порошенко прилагает усилия, чтобы Украина получила, если не живую военную силу, то хотя бы технику и оборудование для медицинских госпиталей. Ирина Герасченко убеждена, что мирный план президента по урегулированию ситуации на Донбассе будет реализован. Это лишь вопрос времени и усилий. Статус основного союзника США вне НАТО Украина может получить уже до конца текущего года. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. Это позволит стране значительно расширить сотрудничество в военно-технической сфере, а также получить механизм, по которому можно будет закупать необходимое оружие. Петренко подчеркнул, что процедура предоставления статуса союзника США уже началась. Однако это лишь промежуточный этап для предоставления Украине полного членства в альянсе. Соединенные Штаты и союзники НАТО проведут в Украине совместные военные учения. Рэпид Трайдент – быстрый трезубец. Участие в них примут более тысячи военнослужащих из западных стран. Альянс рассматривает эти маневры как свидетельство поддержки Киева со стороны НАТО без прямого вмешательства в конфликт. Рэпид Трайдент будет проходить 16-26 сентября в Европейском учебном центре. Первоначально учения были запланированы на июль, но их отложили из-за кризиса на Донбассе. Германия пришлет в Украину бронежилеты, медицинское оборудование и медикаменты, а также обеспечит полевые госпитали. Об этом накануне заявила канцлер Ангела Меркель в Бундестаге. При этом пообещала лично позаботиться об этой поставке. Украина ожидает 20 тысяч бронежилетов из Германии уже несколько месяцев, которые заказало Министерство обороны. Однако возникли проблемы с получением разрешения на экспорт. Ранее Ангела Меркель пообещала помочь Украине получить финансовую помощь. А Донбассу – гуманитарную. Важно не то, как назвать массовое присутствие российских войск в Украине, а что с этим делать. Так заявила представитель Госдепартамента Шаджин Псаки. И подчеркнула, речь идет о незаконном введении регулярных войск и нарушении суверенитета Украины. В отношении действий Кремля чиновники в Вашингтоне до сих пор используют мягкий вариант английского слова «вторжение» и избегают юридического обозначения полномасштабного военного вторжения. Однако Псаки заверила, что реакция Соединенных Штатов на подрыв стабильности в Украине, например, санкции, гораздо важнее, чем нюансы определений этого явления. ЕС предварительно согласовал новые санкции против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Речь идет о расширении экономических ограничений против Москвы на финансовом рынке. Например, Евросоюз может ввести торговый запрет на кредиты для российских банков. Новые санкции затронуты российские госкомпании и могут отказать в доступе к помощи в ЕС. Конкретный пакет мер в отношении Москвы Еврокомиссия определит уже сегодня. Прага прекращает сотрудничество с Москвой и Петербургом в пользу Киева. Такое решение приняла мэрия столицы Чехии. Городской голова Томаш Гудичек заявил, что агрессия путинского режима поставила под угрозу не только суверенитет Украины, но и безопасность Европы. Поэтому Прага отвергает имперскую политику Кремля, оставаясь при этом другом российских людей. При этом столица Чехии готовится на официальном уровне сотрудничать с Киевом. Мы верим, что к нам присоединятся другие города, и это станет действенным сигналом для граждан России. О том, что политика Владимира Путина представляет серьезную опасность будущему взаимному сотрудничеству европейских стран с Россией. Моя страна меня не бросит. В Киеве стартовала неделя украинского кино в поддержку режиссера Олега Сенцова, задержанного российским ФСБ в Крыму. Подробнее о том, где и что смогут увидеть неравнодушные к судьбе украинского режиссера зрители, смотрите далее. С 3 по 9 сентября в столице пройдет неделя украинского кино. Все деньги, вырученные за показы, отправят семье Олега Сенцова, украинского режиссера, незаконно задержанного российскими властями. Данная неделя украинских фильмов – это наша консолидированная позиция всей нашей индустрии о том, что мы не согласны с задержанием нашего коллеги. Во время того, как мы организовывали эту неделю, те люди, к кому мы обращались, не только из киноиндустрии, а из разных иных кластеров, никто нам не отказывал. Потому что мы живем в очень сложное сейчас время, когда мы должны помогать друг другу. В госагентстве по вопросам кино говорят, эта акция демонстрирует позицию не только кинообщества, но и всего государства по отношению к этой ситуации. В МИЗе Украины также обещают, что фильм «Гаммер» самого Олега Сенцова покажут за границей, дабы к поддержке режиссера подключались не только соотечественники, но и иностранцы. Олег Сенцов сейчас является заложником. На его примере пытается запугать всех украинцев, всех несогласных с политикой России, как внутри России, так и за ее пределами. И поэтому очень важна моральная поддержка. Наша задача – поселить мысль о Сенцове и Савченко в головы и сердца иностранцев, для того, чтобы они поднялись на защиту этих людей. После показа в Киеве наше посольство поработает над тем, чтобы организовать показы этого фильма Олега Сенцова в ключевых европейских столицах. За эту неделю зрители смогут видеть 9 украинских картин. Среди них поводырь Олеся Санина и молитва за гетьманом Азепу Юрия Ильенко, покорившая сердца зрителей многих международных кинофестивалей. Фильмы покажут в столичном кинотеатре «Кинопанорама», а стоимость билетов на все показы – 40 гривен. Организаторы уверены, каждая картина поднимает такие темы, которые сейчас резонируют в обществе, поэтому они непременно будут интересны украинскому зрителю. Ольга Теребинская, Андрей Никонов, БТБ И пока на этом все, еще увидимся, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok